Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил перед Европарламентом с программной речью, которую можно смело считать объявлением экономической войны США, причем в качестве первой и главной цели обозначено лишение американского доллара статуса главной мировой валюты. Более того, Юнкер сразу перешел к конкретным предложениям по демонтажу так называемой нефтедолларовой системы и заявил о том, что европейская валюта должна обязательно стать лицом и инструментом новой суверенной Европы. Маловероятно, что глава Еврокомиссии занял столь радикальную позицию без поддержки со стороны своего главного политического покровителя, то есть Ангела Меркель, которая, собственно, и обеспечила его назначение на должность. У Европейского Союза не так уж много вариантов в плане возможности сделать США по-настоящему больно, однако активное участие в дедолларизации – это очень хороший способ не только нанести довольно серьезный ущерб американской экономике и политической элите, но и неплохая возможность стимулирования европейской экономики за счет возросшего спроса на европейскую валюту. Ключевой тезис выступления Юнкера. Это абсурд, что Европа платит за 80% своего энергетического импорта, а это 300 миллиардов евро в год, в американских долларах, хотя только 2% импорта энергоносителей приходится на США. Это абсурд, что европейские компании покупают европейские самолеты за доллары, а не за евро. Дальнейшие шаги, план которых руководитель Еврокомиссии пообещал представить уже к концу текущего года, вполне очевидны. Брюссельские эмиссары сделают экспортерам нефти и газа очень привлекательные предложения по смене валюты, в которых исполняются контракты. Вместо доллара там постепенно начнет фигурировать евро, и хотя контракты такого рода почти все заключены на уровне частных европейских нефтегазовых и энергетических компаний, у Еврокомиссии, особенно при поддержке правительств Германии, Франции и Италии, всегда найдутся очень веские инструменты, чтобы убить частные компании в необходимости изменить свои привычки ради общеевропейского блага. Агентство Reuters приводит мнение анонимного источника из высших эшелонов европейской бюрократии. Он утверждает, что из всех стран, которые продают Евросоюзу свои энергоносители, только Норвегия получает платежи в евро. Логичный вывод заключается в том, что в скором времени российским экспортерам энергоносители европейские покупатели или политики предложат поменять валюту контрактов. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что дедоларизация мировой торговли объективно выгодна России, и вывод российских экономических отношений с Евросоюзом из долларовой зоны сильно снижает уязвимость российских компаний перед американскими санкциями и ведет к отключению от долларовой системы в целом. С другой стороны, если вся торговля энергоносителем между Россией и Евросоюзом перейдет исключительно на евро, то это ограничит возможности развития интернациональной роли рубля. Эта задача была поставлена президентом Владимиром Путиным еще в 2007 году в его выступлении на Петербургском международном экономическом форуме. В своей речи президент сформулировал стратегические требования к повышению статуса российской валюты. Ни одну резервную валюту невозможно создать виртуально, невозможно назначить национальную валюту резервной, поэтому наша задача, я имею ввиду задача Российской Федерации, заключается в том, чтобы сделать рубль более привлекательным, удобным, надежным средством расчетов для наших компаний, для наших соседей, для всех, кто хотел бы использовать его в своих расчетах. Если посмотреть на структуру взаимоотношений российской и мировой экономики, становится самоочевидным, что продавать хотя бы частично нефть и газ за рубли – это самый действенный из возможных инструментов повышения международного спроса на рубль. Перевод хотя бы частичный расчетов за нефть и газ у рубли позволит дать очень понятный ответ на вопрос, зачем могут быть нужны рубли международным инвесторам или просто коммерческим компаниям. Более того, сейчас есть даже сравнительно популярные среди международных инвесторов российские долговые инструменты, в которых можно парковать рубли, и, кстати, именно из-за их успешности американцы собираются ввести санкции против российских государственных облигаций. В целом, хотелось бы верить, что уже очевидная для всех необходимость дедоларизации российской и мировой торговли энергоносителями позволит сдвинуть с мертвой точки перезревший вопрос интернационализации рубля. Более того, уже есть очень позитивный китайский опыт, который тоже связан с нефтяным сектором. Как сообщает агентство Reuters, китайская нефтяная биржа в Шанхае смогла меньше чем за год захватить более 14% мирового объема торговли нефтяными фьючерсами, отобрав долю рынка у Нью-Йорка, Чикаго и Лондона, даже обогнав по объемам нефтяную биржу в Дубае. Для Китая, который работает над интернационализацией юаня и создал шанхайскую площадку для торговли нефтью в течение 10 лет, это по-настоящему серьезное достижение. С другой стороны, хотелось бы использовать сложившуюся конъюнктуру для расширения использования рубля, в том числе в торговле с Китаем. 20 лет назад об отказе от доллара могли говорить только наиболее маргинальные экономисты и политики, и мало кто их воспринимал всерьез. А если бы кто-то предположил, что на острие атаки против долларовой системы окажется президент Еврокомиссии и председатель КНР, то этого предсказательства шли бы безумцем. 5 лет назад подобные предложения уже звучали громче, но в лучших случаях их высказывали наиболее смелые или радикально настроенные участники экономических и финансовых конференций или финансовые колумнисты. Но представить все такие планы у высших чиновников Евросоюза, опять же, было невозможно. Сегодня дедоларизация – это не только призыв с самых высоких трибун, ведущих мировых держав, но еще и конкретные приказы, поручения, программы действий, биржи и контракты. Процесс пошел, и именно этим объясняется кажущаяся необъяснимая нервозность Вашингтона, который одновременно пытается вести экономические войны и с Китаем, и с Россией, и даже с союзниками по НАТО. Смерть американской гегемонии, как смерть Кощея в игле, точнее в долларовой игле, американская элита чувствует, что скоро эту иглу сломают. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях, и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт, там много различной аналитики о происходящих событиях в мире. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok